Обзор аудиокниги «Четвертый позвонок» или «Мошенник по неволе». Автор – Марти Ларни. На постере мужчина средних лет со стремительно уменьшающимися островками рожеватых волос, крупным широким носом, смеющимися глазами. Он растерянно улыбается. Сигары и очки в роговой квадратной оправе потерпели фиаско в попытке придать облику хоть какой-то вес и солидность. Из кармана белого медицинского халата торчат молоточек, стетоскоп и расческа. Вокруг голой шеи повязана голубая бабочка. Мужчину обнимает манерная особа с лишним весом, короткой стрижкой темных волос и глубоким декольте. Прочь от них уходит одетый в рубище старик с длинными седыми волосами. В его руках посох, а на голове широкополая шляпа. Ветер поднял пестрые осенние листья, которые теперь повсюду. Вверху постера надпись черными буквами «М.Ларни». Ниже более крупно «Четвертый позвонок». Обзор, краткое содержание. Роман «Четвертый позвонок» или «Мошенник по неволе» входит в десятку самых лучших юмористических книг в мире. Своего литературного героя автор отправляет покорять Америку. Мы управляем обстоятельствами или они нами? Непременно ли успех связан с обманом и преступлением? И как честный, наивный маленький человек постепенно становится преступником, хотя всего-то и хотел выжить? Сюжет построен на реальных событиях. Книга давно разобрана на цитаты. Вином залить можно все, кроме правды. Соединенные Штаты возят ученых из Европы, отправляя взамен радиопрограммы и свиную тушенку. Каждый человек может стать богатым, если только вообразит себя таковым и начнет жить в долг. Он любил голубей и детей. Ведь первые означают мир, вторые же приносят родителям снижение налогов. Реклама имеет чудодейственную силу. Она заставляет человека верить в то, что ему нужна вещь, о существовании которой он раньше даже не подозревал. Жизнь – это комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует. О книге. Ларни Марти – журналист и писатель. Родился в 1909 году в Хельсинки. Литературную деятельность автор книги «Четвертый позвонок» начал с публикации нескольких поэтических произведений. Уже в конце 30-х годов Ларни Марти был известен на родине как журналист и поэт. В 1948 году писатель отправился в Соединенные Штаты и был столь поражен увиденным, что написал роман-памфлет, высмеивающий Америку 50-х и американский образ жизни. В произведении описывается ханжество жителей Америки, лицемерие деятелей благотворительных фондов. Перевод с финского на русский в 1959 году был как нельзя кстати в силу холодной войны, начавшейся в середине 40-х годов. Роман завоевал множество положительных отзывов советских читателей. Перевод с финского на русский был сделан лингвистом Владимиром Богачевым. Книгу с конца 50-х годов несколько раз переиздавали. Стоит сказать, что и в наши годы роман финского автора чрезвычайно актуален. Критика Из рецензии Орлет для портала LiveLip. Мне было трудно поверить, что Марти Ларни – финн. Пишет он, как самый настоящий англичанин, остро, метко, мудро и смешно. Опять-таки, вы смеете американское общество для англичанина – настоящее удовольствие из разряда охоты на лис и файвоклока. Ларни от души напихал в американские ценности словесных шпилек, измазал в презрении и обвалял в перьях. Видно, наболело у человека. Конвейерные красотки, жвачка, реклама, жвачка, частная система образования, жизнь в кредит, жвачка, бездомные профессора, выборы шерифа, полное собрание сочинений дюго на 80 страницах, жвачка, вставные зубы, американская мечта, четвертый позвонок – вот то, что ждет впереди нашего героя. Из рецензии Мики про для портала BookMix. Похождение простодушного финна, ставшего мошенником по неволе, взлет и падение новоявленного плута составляют только конгу сюжета четвертого позвонка. А за этим стоит забота писателя о человеческом и духовном. Названный однажды ехидным пересмешником, Ларни отпарировал, «Я решительно отвергаю подобное обвинение». «Я ничуть не ехидин, наоборот, я добрый, милосердный человек, больше всего люблю детей и собак. Детей люблю потому, что из их уст так часто слышу искреннюю правду, собак же потому, что они лают так же и за меня».